А чем вызван такой ажиотаж интерес к искусственному интеллекту в различных отраслях? Что это? В дальнем моде. Почему? Почему люди начали все чаще и чаще говорить про машинное обучение, нейронные сети? Зачем все это нужно? Почему искусственный интеллект способен выполнять те задачи, якобы пока, те задачи, которые не способен выполнять человек? Давайте посмотрим сегодня на современную систему здравоохранения. Технологии двигаются вперед. Технологии получения данных о состоянии пациента, его анатомии и физиологии совершенствуются, и мы все больше и больше данных получаем у пациента. Эти данные нужно как-то анализировать, их нужно как-то обрабатывать, для того чтобы получить информацию количественную и качественную, может быть даже анатомического характера, для того чтобы с первого же раза сделать точную диагностику, поставить диагноз точный с первого раза, назначить правильное тактическое лечение с первого раза. К сожалению, у каждого из нас, коллеги, деньги ограничены. Поэтому мы сталкиваемся с проблемой в следующий день, когда информации очень-очень много, полезной информации действительно, но не хватает времени на ее обработку. К сожалению, в глобальном масштабе населения земного шара у нас стоит, все чаще возникают хронические заболевания, это все усугубляет ситуацию в целом. Помимо методов лучевой диагностики, появляются новые источники данных, информации. И, к сожалению, эта информация обладает несколькими интересными характеристиками. Мы пациенту уже наблюдаем не в какой-то одномоментный срез времени, мы пациенту начинаем убивать динамики. Тем самым данные пациента начинают принимать временную шкалу, то есть мы начинаем мониторить пациента во времени. Чем длиннее этот промежуток времени мы наблюдаем пациента, тем опять же мы собираем больше данных. Данные непосредственно инструментальной лабораторной диагностики, технологии и методики, совершенствуются. Мы получаем все больше и больше данных о, скажем так, об анатомии, о морфологии тканей, о клетках, о геноме человека. Эти данные, опять же, все так же нужно обрабатывать. То есть данные становятся более детализированы. И когда мы говорим уже о данных какой-то отдельно взятого города, либо отдельно взятого региона, либо отдельно взятой страны, мы говорим уже о данных целой популяции, которые также нужно обрабатывать. Поднимите, пожалуйста, руки, кто способен всю эту информацию обработать в течение хотя бы человеческой жизни. Есть такой человек взамен? Кто готов это заявить? Хорошо. Возьмем ни одного человека, возьмем группу или возьмем, например, всю систему здравоохранения российских лиц. Всех специалистов, которые присутствуют в системе здравоохранения российских лиц, способны ли они обработать все абсолютно данные пациентов, которые поступают на сегодняшний день в всевозможные информационные системы о состоянии здоровья пациентов, ОКТ, МРС, сканы, лучевая диагностика, лаборатория и так далее. Способна ли вся система здравоохранения России обработать этот объем данных? Все специалисты. Действительно, для того чтобы обработать эти большие данные, большой массив данных, на сегодняшний день у нас есть достаточно хорошие помощники. На слайде вы сейчас видите несколько примеров. Это примеры некоторых медицинских учреждений в Соединенных Штатах. Объем данных, которые собираются ежегодно. Представляете себе, 275 миллионов пациентов ежегодно мониторируют с помощью рекроватных мониторов. Представляете, как на объем данных там находится? Эти данные обладают очень полезным свойством. Из этих данных можно получить не только информацию о количественном состоянии здоровья пациента, но также можно проводить всевозможные статистические исследования, статистический анализ, научные исследования, вводить какие-то закономерности, смотреть какие-то шаблоны, модели проведения тех или иных заболеваний. Но, опять же, эти данные нужно обрабатывать. Мы все с вами прекрасно знаем такие системы, в частности, в условиях медицинских изображений. Эти системы помогают делать предварительные анализ, предлагают инструменты для автоматического сегментирования анатомии, удаляют все лишние ткани. Представьте специалисту ту информацию, он должен сконцентрироваться для диагностики. Также есть система автоматического поиска патологии образования. Это все помогает нам в ежедневной работе для того, чтобы мы могли выполнять свою работу эффективно за дня в день. Также начали появляться особенно широкое распространение в последнее время. Это системы так называемой поддержки принятия решений. В отличие от предыдущих двух типов системы, это системы, которые берут данные не только из одной области, из одной мозологии, либо из одного типа типа диагностики пациента и лечения пациента. Эти системы агрегируют данные из нескольких источников и уже по внутри заданному шаплону выводят какие-то закономерности и способны предсказывать какие-нибудь риски, связанные с угрозой состояния здоровья пациента на ранних этапах так, чтобы специалист мог предпринять комплексмен на раннем этапе и летать в эти риски. И то, что мы сегодня слышим, появился искусственный интеллект. Чем искусственный интеллект отличается от трех предыдущих типов систем? Зачем вообще нужен искусственный интеллект? С чем системы, три предыдущие, не справляются? При открою небольшую занавесу, три предыдущие системы не обладают, наверное, такой уникальной чертой, как обучение. Искусственный интеллект — это некий такой программный комплекс, который способен к обучению. Если здесь в первых трех системах жестко заданные алгоритмы, и система следует этому алгоритму, выявляя закономерности, то в искусственном интеллекте ничего, так сказать, предначертанного, предопределенного нет. Там есть математический аппарат, есть искусственная нейронная сеть, которая учится, вернее, которую нужно научить для начала, и она будет выполнять определенные задачи. А как человек пришел вообще к идеологии философии искусственного интеллекта? Наверное, здесь человеческое любопытство и стремление познать большее о природе сделал достаточно простую вещь. Изучая человеческий мозг, углубляясь все глубже и глубже и глубже, человечество выделило такую единицу, как нейрон. Изучив детально, как функционирует нейрон, в принципе, не составило для человечества создать некую его математическую модель. У каждого нейрона мы знаем, что в нейроны приходят некие такие сигналы, выходные от других нейронов. Есть проводящие составляющие от нейронов к ядру нейрона, то есть синапсы. Есть, непосредственно, ядро, есть аксоны, которые приводят информацию дальше, и есть, соответственно, дальше нейронные клетки, к которым этот сигнал передается. Все достаточно просто упрощенная математическая модель. И она, в принципе, очень похожа на биологическую модель. Математически это описывается одной простой формулой. Человек, человечество, проявив некий элемент любопытства, то есть о природе происхождения, функционирования живых организмов, упростил модель, которая ему стала более понятна и удобна в использовании, и начал применять это в ежедневной практике. Есть один элемент, которого нет в настоящем биологическом нейроне, но он есть в искусственном нейроне. Помните, я сказал, что искусственный интеллект способен к обучению. В искусственном нейроне человек добавил одну связку интересную, называется обратная связь. То есть фактически, когда поступает сигнал на вход ячеек на нейрон через синапс, сигнал, он регулируется, как он будет проводиться, в каком объеме, а регулируется как раз таки этими синапсами. Если на выходе мы не получаем необходимый результат, просто нам попадается обратная связь, что нужно немножко подкорректировать синапс. То есть какие-то связи с нейронными клетками должны перестать существовать, какие-то связи должны появиться. Это вот как раз таки происходит некий такой элемент адаптации. Что же произошло дальше? Дальше идем, то есть там так порисуем более большую картинку. Мы знаем, что нейроны соединены в некую общую сеть. Есть биологическая нейронная сеть. Зная, как устроен нейрон, человеку не составил большого трудов, нужно создать искусственную нейронную сеть. И это как раз таки является основой искусственного интеллекта. Фактически это биологический прототип нашего головного мозга. Упрощенная в следующей модели, но, по крайней мере, она рабочая. Как видите, с вашего позволения вернусь назад, если вспомнить предыдущий слайд, были три класса, три типа систем. Экспертные, для автоматического обнаружения очагов, были экспертные системы. Мне, наверное, будет сейчас сложно описать, это сказать, какой объем информации, строк программного входа в них заложен. Потому что, действительно, объемные работы, это действительно мощные системы, которые требуют колоссального количества ресурсов, времени не только специалистов в области здравоохранения, а также IT-специалистов-программистов. Вот эта модель. Смотрите, какая она простая и лаконичная. И эта модель позволяет достигать намного больших результатов, нежели две-три предыдущие системы. Как это все работает? Неужели, действительно, вот эта нейронная сеть, искусственная нейронная сеть, способна давать такой же результат, как и дает специалист, как и человек? Позвольте привести такой диестный пример, опыт компании Actress. Почему я выбрал эту компанию? Именно с этой компанией, наверное, в мировой индустрии здравоохранения от искусственных интелектов туда-таки началась маленькая революция, которая потихонечку движется. Компания, действительно, она небольшая, это небольшой стартап, количество специалистов не превышает, насколько я помню, 20 человек. Какую задачу они попытались решить при помощи искусственной интеллекции, при помощи искусственных нейронных сетей. Они хотели взять МРТ-изображение и натренировать нейронную сеть таким образом, чтобы она сделала сегментацию правой революции у желудочка, сделала обсчет фракции выброса и также посчитала малхомиогарм. Стандартная типовая задача, с которой сталкивается фактически любой специалист лучевой диагностики, который занимается МРТ. Что они использовали? Они использовали нейронную сеть, они ее не создавали заодно, они просто взяли уже существующую модель, но немножко ее адаптировали. Взяли тысячу уже готовых исследований МРТ, и на этих исследованиях специалист вручную фактически провел все количественные измерения, которые необходимо получить было нейронной сети. Он предоставил эту информацию о нейронной сети, то есть подал ее на вход и показал, что она должна на выходе получить. Таким образом, это вот называется катарский процесс обучения, когда нейронная сеть вообще ничего не знает, мы ей показываем, какой результат она должна получить и предоставляем исходные данные. Тем самым, через несколько итераций система адаптируется таким образом, чтобы получить соответствующий результат. В итоге, чего добилась эта компания Arteris обучения этой нейронной сети? Результат таков, что когда пригласили группу экспертов, эксперты, смотря на результаты, которые были получены этой нейронной сетью, или результаты, которые были получены специалистом, они не смогли отличить, кто проводил диагностику нейронной сети, либо человек. Потому что погрешность в расчетах была настолько мала, что действительно было сложно отличить. Но больше всего у специалистов следил тот факт, что специалисту в среднем требовалось около 30 минут. Для того, чтобы сделать эти расчеты, получить результаты нейронной сети, потребовалось всего лишь 15 секунд. 30 минут и 15 секунд. И почему, как раз таки, обращаясь к моему тезису, почему я ругал компании Arteris. Компания Arteris в январе прошлого года это первая компания Милик, которая получила разрешение от регулирующего органа RTA на использование их на генированной нейронной системы в клинической практике. То есть это стал первый случай на работе, когда регуляторы сказали, что да, искусственный интеллект справляется с некоторыми задачами не хуже, чем специалисты. Поэтому я здесь привел в качестве, например, компании Arteris. А на что еще способен искусственный интеллект? Представим себе ситуацию здесь, я вам сказал, что нейронную сеть обязательно нужно показать, что нужно получить, и нужно предоставить на входе какие-то данные. Дальше она будет уже адаптироваться. Это так называемый элемент обучения нейронной сети. А может ли искусственный интеллект самостоятельно обучаться? Может ли он выводить закономерности самостоятельно? Может ли он полноценно думать за человека? Наверное, как раз таки, способность думать и чувствовать как человека? Это такой предыдущий ВКонтакте историй, на который в рамках сегодняшнего доклада мы не сможем ответить на этот вопрос. Но есть тоже интересный пример. Многим знакомые изображения это оценка хрящевой ткани на основе МРТ изображения. Стандартная типовая картинка. Специалисты в США хотели понять, есть ли какие-то ранние сигналы, симптомы остеоартрита у пациентов. Этим образом, получив изображение клещевой ткани коленного сустава сейчас, можно ли сказать, что у человека в ближайшие 2, 3, 4 или 5 лет взойдется остеоартрит. То есть это вопрос, который мы с собой поставили. Что они сделали? Они собрали группу пациентов, вернее собрали их данные в достаточно большом объеме и разделили на 2 группы. Одна группа это те пациенты, у которых в ближайшие 3 года развивался остеоартрит. Другая группа пациентов, у которых экс-возболивания не было. Вот они, 2 группы. Это фактически вырезка из МРТ сканхерчевой ткани. Вы можете сказать, у какой группы пациентов через 3 года развился остеоартрит, а у какой нет. Как раз-таки вот эту задачу команда из Соединенных Штатов попыталась решить. Действительно, есть некоторые вещи, которые человеческий глаз в силу своих особенностей он просто наоборот не может уверить. Команда пошла по уже, скажем так, хорошему пути. они использовали нейронную сеть, использовали технологии морфометрии, это фактически отцифровать наши физические меры. условно говоря, можно сказать, да. Взяли МРТ исследования пациентов, у которых развился остеоартрит, и у МРТ пациентов, у которых не было остеоартриты, и задали фактически предвестником этого заболевания на ранний этап. Система сказала так. И система не понимала нервную сеть, она не понимала, что такое хрящевая ткань, она не понимала анатомию человека. Это была информация для нее избыточной. Этой информации ей не нужно было для того, чтобы вывести какой-то законометр. Что сделала система? она посмотрела на картинку, которая была представлена, вернее, группа картины, и фактически в каждой картинке искала какие-нибудь математически простые закономерности. Основываясь на, как мы знаем прекрасно, что каждое изображение на экране представлено в виде пикселей. И система нейронная сеть как раз-таки пыталась найти закономерность. И что она увидела? На изображение где есть цветокоридача немного страдает, есть скопление красного цвета, это пациенты, у которых развился его скопки. Те пациенты, у которых нет скопления красного цвета на изображениях, у них было все хорошо. Когда специалисты получили этот результат, они посмотрели, а вот что этот красный цвет на изображениях означает в кольчевой ткани? Посмотрели? Ответ достаточно простой. красный цвет изображение это просто-напросто высокая концентрация воды в кольчевой ткани именно в коленном суставе. То есть, фактически, если на это изображение пациент специалист видит, что происходит скопление воды в центральной части кольчевой ткани кольчевой ткани кольчевой ткани, здесь вода равномерно испределена, а здесь идет ее уже скопление диффузия нарушена, то это с высокой долей вероятности у этого пациента с высокой долей вероятности разойдется остеоаркет. Причем система, которая получила этот результат, она не ошиблась. Действительно, 86,2% случаев подтверждены, что действительно через 3 года у этих пациентов с такой характеристикой кольчевой ткани развивается остеоаркет. И здесь мы подходим к неприятному моменту, что система нейронных сетей используется действительно мощным инструментом, достаточно простой в его математической интерпретации, но при этом достаточно мощный, который позволяет не просто сократить время до получения результата, а помогает специалистам получить какие-то закономерности. И здесь важно сказать, что с учетом того объема информации, которую мы получаем у пациентов на сегодняшний день, для системы искусственных интеллектов, герона сетей, это действительно то, что поможет нам более эффективно обрабатывать информацию, более точнее ставить диагнозы, и как можно скорее то, что специалистам в целом в целом системе здравоохранения не хватает. и выникает ключевой вопрос, создаст ли это какие-то риски, угрозы для специалистов в сфере здравоохранения, способен ли институт заменить смотреть на студентов, сделать оценку, чему-то научить. Здесь как раз-таки это дверь, которая открывается в следующий момент. То есть вы сегодня становитесь учителями. И ваша задача научить искусственный интеллект и нейронную сеть правильно обрабатывать данные, правильно искать закономерности. И вот того, чему вы его научите, как его будут учить, будет вам можно определяться, действительно искусственный интеллект и нейронная сеть становятся ли вашим надежным помощником в ежедневной работе, либо он будет создать какие-то препятствия в работе, и будет создавать угрозы вашей ежедневной практике. Поэтому мой к вам призыв – не бойтесь надоведений. Я вам сейчас пытался в рамках моего доклада коротко и простыми словами объяснить, что такое нейронная сеть, как искусственный интеллект работает. Ничего страшного в этом нет. Если правильно использовать любой инструмент, он будет вносить добро, благо и все остальные преимущества цивилизации. Но каждый инструмент должен использоваться как во благо, так и во зло. Так что это вы и решаетесь сегодня. Будет ли искусственный интеллект, здравоохранение, ангелом, либо дьяволом? Спасибо. Уважаемые коллеги, кто хотел бы задать вопрос? Поднимите, пожалуйста, руку, я вам подойду. Или, да, и перефициент за вами, пожалуйста. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, этот искусственный интеллект будет как-то уже с оборудованием предоставлено для пользования? Как вообще это все рассматривать? Это на самом деле раскроется в докладах моих коллег, Сергей и Георгия. Но немного здесь расскажу. Смотрите, есть разные варианты. Здесь важно не столько, как это поставляется, а какую задачу вы хотите решить. Мы с вами хотим решить задачу клиническую. Мы хотим решить задачу, связанную с повышением системы здравоохранения. Мы не решаем здесь математическую какую-то задачу головолом. Сначала можно поставить задачу, что вы хотите получить. Дальше мы смотрим, как эту задачу решить. Можно ли решить оборудование без оборудования, без оборудования, без оборудования, без оборудования. Но изначально это вы поставите задачу, которую нужно будет решить при помощи современной функциональной технологии. А варианты комплектации, поставки, их существует в колоссальном количестве. Уважаемые коллеги, еще кому угодно вопрос задать. Нет, это у меня есть. Ну, не знаю, это вопрос будет или, может быть, это вопрос риторическим окажется. Смотрите, вы сказали в начале, что для того, чтобы обучить нейронную сеть, специалист провел исследование, условно говоря, тысячи сердец. То есть нейронная сеть учла все ошибки этого специалиста как норму. То есть то, что он написал, она учла. То есть нейронная сеть не может проанализировать, это и качество. То есть все, в чем ошибся специалист нейронной сетью, принято, естественно. И дальше она оценивает все остальные исследования и проводит оценку результатов с учетом этих ошибок. И никто больше проверить не может. Правильно? Да. Вот. И, соответственно, в дальнейшем, если человек неправильно чему-то научит другого человека, то тот, кого неправильно учились, в течение жизни сможет разобраться. Нейронная сеть никогда не сможет в этом разобраться сама. Правильно? Да. Это я к тому веду, что, наверное, еще не скоро искусственный интеллект сможет ставить юридически значимую подпись под заключение. А для того, чтобы врач поставил подпись, он как-то должен оценить качество полученных результатов. Значит, он должен взять и заново все сделать сам, как мне кажется. Чтобы проверить. Правильно? Он если я посчитал. Фракцию выброса, толщина миокарда и так далее. Так. Прекрасный вопрос. И, действительно, это такая… Этот вопрос, который, наверное, дает уснуть очень многим людям на этом земноряжении. Там, действительно, вопрос, связанный как довериться искусственным интеллекту, какие ошибки он может совершить, он возникает всегда. И самым большим камнем предотвращения для, в частности, любилевающего органа СНС, был достаточно простой. То есть известно, что и специалисты, и высококлассные специалисты, они ошибаются. То есть всегда возникает какая-то погрешность, какая-то статистическая, может быть. То же самое и ошибается искусственный интеллект. Где та грань допустимой погрешности, когда можно сказать, что интеллект справляется не хуже человека? Наверное, это потребует еще многого времени, большего количества времени для дальнейшей проработки. Вполне возможно, что через какое-то время, может быть через год, может быть через пять, может быть через десять, мы увидим нейронную сеть, которые будут сама корректировать ошибки в своих расчетах. Но пока это недоступно. Это открытый вопрос, который всегда обсуждается, который всегда в буре может. У меня сразу возник вопрос по поводу, собственно, кейса компании Actrix. То есть, во-первых, тысяча человек – это довольно небольшая размеченная база обычно для обучения. То есть для пилотного проекта, наверное, да. А для проекта, одобренного FDA, для по-клинического использования, кажется, что немного. И второе – это действительно экспертная оценка. То есть специалисты, которые замечали эти данные, потом проходили какую-то экспертную оценку. Потому что мы понимаем, что FDA – это практически мировозный. Человек, специалист, который делает свое заключение. Мне интересно, есть ли у вас какая-то информация по поводу того конечный продукт? Насколько он надежен в плане подгорания? Да. По поводу первого вопроса. На самом деле, что я могу сказать? Работает компания «Филиус». Что я наблюдаю? Особенно за последние годы. Тысяча размеченных случаев для обучения в новой сети – это очень много. Я думаю, Георгий, это сможешь рассказать про наш опыт. Сколько нам нужно было кейсов для того, чтобы мы занимались в новой сети. То есть тысяча кейсов – это действительно много. Это очень много для обучения в новой сети. И как проверить результат работы в новой сети искусственного интеллекта? Посмотрите, мы сейчас за последние пять минут затронули тему легитимности. То есть сейчас, пока мы как общество не готовы к тому, чтобы искусственный интеллект нейронная сеть ставила диагноз. Она лишь может помочь сделать расчеты, сделать какие-то обсчеты, сделать оконтуривание. То есть помочь вывести какие-то законы. Но окончательное решение всегда специалисту предоставляется возможность посмотреть на результаты работы нейронной сети и искусственного интеллекта при необходимости внести корректировки. А если специалист вносит корректировки в нейронной сети, результаты работы нейронной сети, как я вам с вами показывал, да, дается обратная связь для того, чтобы эту погрешность ошибку ущезли. В любом случае специалист это видит, и он уже на основе этих данных делает заключение. И далее. Спасибо. Продолжение следует...